Какие возможности для Азербайджана открывает его участие в рамках среднего коридора в контексте расширения транзитных возможностей, увеличения грузопотока? Как известно, обладая правом транзитной страны, Азербайджан будет иметь не только, скажем, чисто финансовые доходы, но и значительно повысит свою роль в мировой геополитике. Мы уже являемся лидерами в региональном контексте Южного Кавказа, но открытие этого полномасштабный запуск среднего коридора еще больше усугубит и улучшит значимость Азербайджана для мировой геополитики. Потому что я еще раз говорю, что фактически сейчас Азербайджан остается единственной возможностью, единственной альтернативой морских перевозок. А в чем заключается большой интерес международных акторов к среднему коридору? Каковы перспективы этого маршрута в целом? Перспективы маршрута все более становятся более радушными и интерес международных акторов к нему все больше будет возрастать. Еще раз это связано с процессами, происходящими в нашем регионе и в России и в Иране. То есть тут есть только по маршруту один пояс, один путь, там было несколько ответвлений. Один шел через Иран, один шел через Россию и один серединный коридор. Серединный коридор изначально не рассматривался как самым основным, но он предусматривался, что он будет активно продвигаться. Но опять-таки события в России и санкционный режим, который все более углубляется, это все приводит к тому, что возможности транзита через Россию сводятся на нет. С Ираном ситуация сейчас усугубляется в контексте внутренних противоречий и внутренних протестов. Когда это все закончится? Чем это закончится? Закончится ли все сменой режима Мулбы ранее? Но это может быть и не в самой ближайшей перспективе. В данном контексте средний коридор представляется как самым оптимальным и самым безопасным. Во-первых, у нас уже нет прямой войны и предпосылок войны с Арменией. Мы решили свой конфликт, освободили все оккупированные территории и готовы, и уже идем на путь к мирному соглашению. И с точки зрения геополитики наш регион стал безопаснее. Для полного обеспечения безопасности остается только заключить мирный договор с Арменией. И я надеюсь, что Армения сама понимает значимость этого договора, чтобы не остаться вне этого среднего коридора. У нее еще есть возможность как-то подключиться и получить какие-то финансовые доходы. Если у нее хватит на это, конечно, ума и решимости решить все в ближайшее время миром. Также Армения всячески препятствует превращению Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества. Может ли мировое сообщество оказать давление на Ереван с тем, чтобы там пересмотрели свою неконструктивную политику? Мы уже это видим, в принципе, по отдельным заявлениям западных политиков, западных руководителей о том, что мир на Южном Кавказе сейчас архиважен. И главным препятствием уже там понимают, что главным препятствием в данном случае остается именно Армения. И основное давление, я считаю, что оно все-таки недостаточно. Можно было бы, в принципе, додавить больше, но мы всегда уже знали, что и на протяжении 30 лет оккупации мы знали всю двуличность той же самой западной политики. Но я сейчас надеюсь, что в контексте всех этих геополитических изменений и на Западе понимают важность заключения, скорейшего заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан представил свои предложения, свои, скажем так, условия, и они даже признаются в самой Армении. Мы ничего экстраординарного не требуем. Единственное, одно из требований, это признать территориальной целостности и открытие Зангизурского коридора, и открытие всех транспортных коммуникаций. И это все, в принципе, связано и с региональной, и с глобальной геополитикой. То есть эти все наши поставленные какие-то предложения и условия, они направлены на как раз-таки развитие этого среднего коридора. И это нам, как это нужно и нам, так же нужно и международным акторам, тому же самому Брюсселю, тому же самому Вашингтону и прочим акторам. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, на прямой связи со студией был директор информационного агентства «Репорт» Фуат Гусейналеев.